Большой Брат Или просто отличается от позиции Кремля Они живут с вами в одном городе Ездят в одном вагоне Ходят в те же магазины, что и вы Обедают в тех же кафе До недавнего времени никто не знал Как работает машина цензуры и система слежки за россиянами в сети Кто эти люди, которые становятся ее винтиками Сегодня мы познакомим вас с вашими надзирателями Журналисты важных историй вместе с другими медиа Получили доступ к крупнейшей утечке В истории главного цензурного ведомства страны Роскомнадзора Мы изучили более двух миллионов документов Отчетов, справок, внутренних переписок И готовы рассказать вам, как работает ОКО государевой цензуры В модном офисном квартале в Замоскворечье Один из корпусов занимает дочка РКН Государственное предприятие Главный радиочастотный центр Его внутреннюю сеть взломала группа белорусских хакеров Киберпартизаны Терабайты полученной информации Они передали журналистам Из утечки стало ясно Что именно ГРЧЦ занимается поиском неугодных Российскому государству публикаций в интернете Центр следит за призывами к протестам Критикой Путина И так называемыми фейками об армии Отчеты об этом они отправляют наверх В Генпрокуратуру, МВД, ФСБ Администрацию президента и другие ведомства Для этого в ГРЧЦ используют внутренний мессенджер Кабинет оперативного взаимодействия В нем вместе с самими надзирателями сидят силовики Чаты в мессенджере отражают основные направления работы цензоров Протестные настроения, фейк-ньюс, дестабилизация Вот, например, Андрей Шершов из ГРЧЦ В чате про экстремизм жалуется Что в эфире радиоканала «Мелодия» Три раза в сутки транслируют гимн Украины А вот его коллега в чате «Дестабилизация» сообщает Что кому-то не нравится, что школьников заставляют трудиться на благо фронта Одни доносы становятся поводом для административных и уголовных дел На основании других людей, медиа и организации признают иноагентами В первые дни войны с подачи ГРЧЦ были заблокированы сотни независимых СМИ, порталов и ресурсов Все для того, чтобы россияне не могли получать никакой информации, кроме официально утвержденной путинским режимом Вообще-то, одна из задач ГРЧЦ — находить действительно опасный контент Например, про наркотики, терроризм, насилие В реальности, Центр тратит огромные силы на то, чтобы следить за каждым словом, сказанным в адрес российского президента Например, нельзя упоминать президента в контексте половых сношений Такие сообщения ищут по ключевым словам Из тех, что не стыдно произнести в эфире, надел каблуки, людмила, низкий От полного списка оскорбляющих президента слов невозможно оторваться Сотрудники регулярно отчитываются о критике в адрес Путина Пик негатива в 2022 году пришелся на его день рождения и подрыв Крымского моста Наряду с публикациями о зверствах и потерях российской армии в Украине Цензоры ищут сообщения о заболеваниях Владимира Путина Какие только диагнозы россияне ему не ставили Шизофрения, рак, деменция Так кто же эти люди, что следят за нами и где находят таких специалистов? Сотрудников ГРЧЦ искали, например, на факультете политологии МГУ Получил 10 отборных резюме от учебной части факультета политологии МГУ Можно и больше, но там люди уже имеют предложения или ждут их В основном от администрации президента и могут сорваться Сотрудники ГРЧЦ вели лекции в московских вузах, за что им доплачивали по 20 тысяч рублей Студентов брали на практику, а самых способных приглашали на собеседование и давали тестовые задания Например, подробно описать конфликт Рамзана Кадырова с семьей Янгулбаевых Или классическое – мониторинг инфоповодов об ухудшении состояния здоровья Владимира Путина Но брали в ГРЧЦ далеко не всех Политизированных кандидатов просили не присылать Вчерашним студентам предлагали неплохие деньги Если тот вариант, что мы обсуждали, то зарплата от 50 тысяч на руки При нагрузке 20 часов в неделю Ради нужных специалистов в ГРЧЦ даже готовы поднять оклады Например, платить начальнику отдела машинного обучения по 250 тысяч рублей в месяц После начала войны задачи стресса у сотрудников радиочастотного центра стало в разы больше Цензоры начали увольняться, но на их места приходили новые В руководстве предприятия и сами понимают, что работать с ними захочет не каждый Вот как они искали экспертов по искусственному интеллекту Задачи нетривиальные, так как со своей стороны нам нечего предложить этим товарищам Ни славы, ни денег, ни технологий Все от них и за просто так Имидж РКМ в среде айтишников играет против их интереса к нам Попробуем связаться, но скорее всего нас пошлют Вместо гонораров экспертов хотели подкупить возможностью зайти в кабинеты к высоким руководителям А также приобщиться к общей тайне Но оказалось, что интерес у экспертов исключительно материальный Первое правило ГРЧЦ – не упоминать, чем ты там занимаешься В памятке новым работникам, конечно, говорится, что центр полностью поддерживает право сотрудников на свободу слова Но с оговоркой – не давать комментарий о профессиональной деятельности и воздержаться от критики в адрес предприятия и всего Роскомнадзора Мы решили проверить, как сотрудники ГРЧЦ соблюдают эти правила и позвонили им Слушаю Алло, Дарья Что это говорит? Что надо? Здравствуйте, меня Екатерина зовут, я журналистка Звоню по поводу вашей работы По мониторингу различной информации, запрещенной установлению цензуры Хотела бы узнать, почему вы решили этим заниматься Я вообще не понимаю, о чем вы Ну, комментарии дает пресс-служба Мне интересно ваше личное мнение узнать, мотивацию вашу там работать Я не хотел бы комментарии давать, извините Насколько я понимаю, вы занимаетесь мониторингом соцсетей, протестных различных акций Нет, нет, вы ошиблись Я не работаю, я учусь на юридическом Да, а я видела, что вы тестовое задание делали туда про конфликт Кадырова с Ингулбаевыми Нет, вам кажется Мы решили узнать у социолога, могут ли цензоры испытывать угрызение совести по поводу того, чем они занимаются Они, наверное, делятся на две такие большие категории Первая категория – это абсолютные циники, и они работают за деньги Они ни во что не верят, ни в какие скрепы А есть люди, которым платят меньше И вот это самая интересная группа Потому что у них нет достаточного внутреннего оправдания, чтобы за небольшие деньги выполнять такую грязную работу Они начинают постепенно верить в то, что они делают Потому что иначе у них возникнет то, что в психологии называется когнитивный диссонанс Ну и один из способов разрешить этот диссонанс – просто убедить себя в том, что эти дела не подлые, а вполне себе хорошие Все, наверное, зарабатывают так, как умеют Ну, вы же понимаете, что если я работаю на такой работе, то разглашение конфиденциальных сведений о моей работе Ну, как-то у меня прописано в договоре, я не могу так просто Екатерина, какая вы, может быть, журналистка? Вы какой-то, наверное, враг российского государства, мне кажется А почему вы так считаете? Вы говорите ту правду, за которую вам платят иностранные государства Мое государство – Россия, и я считаю, что последние законодательные акты, которые были введены, несправедливы Например, по поводу фейков Вот вы как относитесь вообще к блокировкам любой информации о войне в Украине? Я очень отрицательно отношусь к фейкам Я занимаюсь соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций В принципе, цензура тоже антиконституционное занятие Будем считать, что эти люди совершают преступления Ну и представим себе, что каким-то чудесным образом в стране поменялся режим Все это отменилось и людям этим сказали спасибо, вы свободны Будут ли они при этом чувствовать себя виноватыми? Исторический опыт показывает, что, скорее всего, нет Сразу забудут все, чем они занимались Они будут вспоминать только то, как они тихоря у себя на кухне Ругали какие-то особенно оголтелые действия этого режима Особенно идиотские приказы начальства Себя в первую очередь, а потом и других Будут убеждать в том, что они были на самом деле всю жизнь противниками режима Корпоративная культура в ГРЧЦ не ограничивается одними лишь наставлениями держать язык за зубами В памятке новеньким есть примеры того, как не стоит одеваться на работу С картинками Неприемлемыми руководству кажутся следующие стили Темнокожий скейтбордист, дядя Вася сортировочный и Лара Крофт Можно, но не обязательно, одеваться как Райан Гослинг, Свидетель из Фрязина и Инстадива Но главный плюс работы в ГРЧЦ по нынешним временам – это бронь от призыва на фронт Если следишь за тем, чтобы мобилизацию не критиковали, можешь быть уверен – на убой тебя не отправят За первые 9 месяцев войны РКН удалил более 100 тысяч материалов К примеру, о массовых потерях российской армии в Украине, сдаче россиян в плен ВСУ, обстрелах жилых домов и убийстве мирных украинцев Но вот над YouTube и Telegram ведомство невластно В своем отчете цензоры пишут, что видео и посты, бросающие тень, а на деле проливающие свет на эту преступную войну, собрали десятки миллионов просмотров И единственный способ спрятать от россиян правду – это ограничить доступ к YouTube или замедлить его трафик Большой объем работы цензорам приходится выполнять вручную То есть они сами копаются в интернете в поисках компрометирующей власть информации И, как они признавались, на креатив у них не то что рук, пальцев не хватает Поэтому, чтобы ничего не пропустить, в ГРЧЦ внедряют программы на основе искусственного интеллекта Например, система «Вепрь» должна не только сама находить неугодный контент, но и выявлять так называемые точки информационной напряженности А также прогнозировать возможные протесты На разработку «Вепря» потратят не меньше 300 миллионов рублей И это только один из таких проектов Всего же в прошлом году ГРЧЦ должен был потратить больше 20 миллиардов рублей Для сравнения, годовой бюджет Калмыкии составляет 22 миллиарда Я думаю, что следующий год будет такой же интересный Вы можете передать привет российским цензорам в комментариях к этому видео Да и ко всем остальным видео на этом канале И можете не сомневаться, они вас точно прочитают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok